привет сегодня готовим необычную кашу по рецепту из ссср и говорят что эту кашу очень любил император александр 3 берем молоко и наливаем его в ковшик добавляем ванилин или ванильный сахар и обычный белый сахар затем сразу добавляем манку советской книге манку советовали добавлять в кипящее молоко но я всегда кладу в холодной мне так нравится намного больше затем кладем в молоко небольшой кусочек сливочного масла и ставим на плиту варим до загустения постоянно помешивая с помощью вилки или венчика ну или варите манную кашу тем способом который вам больше нравится в готовую кашу сразу же разбиваем два сырых яйца и очень хорошо перемешиваем до однородного состояния нам не нужно ждать пока каша остынет сразу снимаем ее с плиты и добавляем яйца текстура должна получиться однородной примерно как у меня на видео она очень нежная и воздушная теперь берем форму для запекания смазываем ее сливочным маслом затем выкладываем в нее нашу кашу форму можно взять одну большую или несколько маленьких так как вам больше нравится я взяла одну прямоугольную форму разравниваем сверху столовой ложкой и посыпаем обычным сахаром очень советую этот этап не пропускать потому что сахар даст вкусную карамельную корочку теперь убираем форму в духовку разогретую до 250 градусов и готовим примерно 5-7 минут я поставила на верхний уровень у меня каша приготовилась быстро но будьте пожалуйста внимательны следите чтобы каши не пригорела время может очень сильно отличаться в зависимости от вашей духовки теперь раскладываем готовую кашу по тарелкам она уже выглядит очень аппетитно готовую кашу украшаем консервированными фруктами у меня были персики и затем посыпаем миндалем это все было в рецепте из советской книги каша получилось просто невероятно вкусный и очень нам понравилось действительно это классный десерт и я не удивлюсь если он правда был любимым у александра третьего приятного вам аппетита